Некоторые люди в Аллахе не боятся Ширка. Нет, Ширка надо бояться. Ибрахим, алейхиссалям, будучи отцом всех пророков, боялся Ширка. Взывал ко Всевышнему Аллаху Суфанаху Аталия, говорил, «Ваджну бни вабани я анна абудал аснам, обезопась, убереги меня и моих сыновей от того, чтобы мы поклонялись идолам». Как сказал Ибрахим Ат-Таймий, сказал, а кто же обезопасен после Ибрахима? Если Ибрахим, алейхиссалям, боялся Ширка и просил, боялся идолопоклонства, и просил об этом Всевышнему Аллаху уберечь и спасти его, что же сказать о ком-либо, кроме после него Абуль Анбия? Пророк, саллиллаху алейхиссалям, взывал ко Всевышнему Аллаху со словами «Аллахумма инне аузубика анушрикабика вана аалам вастагфиру калима ля аалам». Так ведь? То есть пророк, саллиллаху алейхиссалям, боялся этого. Что же сказать о нас? Тем более мы должны бояться. И просить дуа у Всевышнего Аллаха, изучать вопросы Ширка, вопросы Талхида, как некоторые говорят, да они у себя на уроках Ширк изучают. Вот так преподносят, они говорят, у себя на уроках Ширк изучают. Да, изучаем. Конечно, брат, очень актуально. Изучаем, но зачем? Так ведь? Мы изучаем зло не для того, чтобы совершать его, а для того, чтобы сторониться и быть защищенными от него. А тот, кто не отличает зла от добра, непременно впадет в это зло. И мы об этом часто говорили. То есть изучать Ширк, изучать Талхид, просить дуа от этого, и брать какие-то причины, которые обезопасят нас. Или некоторые говорят, они хотят воспитывать своих детей, хотят их в какой-то там социальный вакуум загнать, чтобы они этот... Да не хотим мы в социальный вакуум загнать, но мы не хотим также их на съедение вот этим волкам отдавать своих детей. Нет, будем по мере возможности максимально отгораждать их от харама, если мы можем поспособствовать как-то этому. А вы своих детей просто-напросто отдаете, вот так бросаете перед телевизором, и бессмелья смотри целый день, что хочешь. Или отдаете таким же друзьям, которые насмотрели с телевизоров, и играют, они с ними вместе ходят. Мы говорим, нет, нельзя с такими играть. Мы не хотим наших детей социопатами сделать. Нет, мы хотим их взять и в хорошее общество. Их так ведь, как Абузаржа говорил, известные же слова. Говорил, одиночество лучше, чем плохое общество. Так ведь, однако хорошее общество лучше, чем одиночество. Мы просто хотим их хорошее общество загнать. Понимаете, о чем я это говорю? То, что юноши тоже не сказали, ну ладно, мы все равно единобожниками останемся, и вместе с ними будем здесь ходить. Они пусть шир делают, мы будем смотреть. Нет, Субханаллах, у нас из-за этого узаконена хидра. Такая вещь, как хидра. И многие другие постановления шариата. Неуподобление неверующим. Будь то это в одежде, будь то это в нравах, в речах. В идеологии, в первую очередь. В Ак-иде, чтобы не уподобляться им. Отстранение от их праздниц и так далее и тому подобное. Все это узаконено в шариате. Для чего? Чтобы отдалиться от этого всего. Есть такая вещь, как Аль-Валя, Валь, Бара. Так ведь, любовь и ненависть, дружба и непричастность. Это все узаконено шариатом. И вот один издалили тебе, то, что они не остались в этом хауме, они отдалились человеку, которого в сердце Тавхид, да он себе позволить не может. То есть его все время это душить будет, когда он где-то находится, где проявляется многобожие или что-то такое. То же самое человек Суннит. Да его все время душить будет, если он находится среди беда. А как же что сказать о людях, которые вместе с Муптадиа работают с утра до вечера, и так далее, радуются, обнимаются, и так далее. Валлаху аль-Мустан. Как один из братьев Валлахи. Примерный смысл просто скажу. Так одним из своих устазов, в одном из учебных заведений, так хвалился своим устазом. Этот устаз, я никого лучше этого устаза не видел. И там это такой устаз. Он прям вот в усулиль фихх мастер. В этом он прям просто класс. И так далее, и тому подобное. Субханалла. Зайдешь, если на страницу к этому устазу, кубури. Валлахи кубури. Призывает к могиле поклонства. И он говорит, Я не видел лучше, чем этот устаз. Подобному этому устазу я не видел. Это говорит человек, который вот так перед шейхом Абдульмухсин аль-Аббадом сидел. И не видел никого подобного. Нас алюллаху аль-Афу аль-Афи. Фиддуни в аль-Ахир. Поэтому, братья, что? Надо отдаляться. По мере возможности, конечно же. Но вот не надо вот так бросаться на рожон. Подвергать себя свой иман. Свою праведность. Своё благочестие. Вот так подвергать опасности. А ничего не будет. А я молодец. Нет. Всегда. Нету мощи и сил ни у кого, кроме как от Аллаха. Хазбун Аллаху аним аль-Вакиль. Все время говорит. То есть не надо рисковать. И точно так же они не остались в этом селении. Почему я эту мысль развил? То, что эти люди не остались. И вот они устремились в пещеру. Куда-нибудь хотя бы. Если тебе в какой-то местности не дают исповедовать твою религию. Переселись. Да, не в Саудовскую Аравию. Да, там не в Йемен. Не еще куда-то там. Если нет у тебя возможности. Ну хотя бы переселись в то место, где ты спокойно будешь исповедовать свою религию. Где детишки у тебя смогут в платочки ходить. Нормально. Никто их не будет теребить, дергать и так далее. Кто тебя запресит это сделать? Да никто, Субхан Аллахи. Земля Аллаха Субхана Хваталя обширна, широка. Можете переселяться спокойно. Точно так же, как сделали эти юноши. И вот они укрылись в пещере, говорит Всевышний Аллах. И сказали. Раббана атина милля дунка рахма. О наш Господь, даруй нам от тебя милость. Субхан Аллахи. Субхан Аллахи. Субхан Аллахи. Субхан Аллахи. Продолжение следует...